Вы когда-нибудь задумывались, что Звездный Путь и Экспансия происходит примерно в одном и том же будущем? Точно не в нашем. Примерно через 300 лет. Но при этом они представляют совершенно разные версии будущего. Если рассматривать научную фантастику не как предсказание, а как модель возможных будущих, то сравнение Звездного Пути и Экспансии становится особенно показательным. Оба мира формально находятся примерно в одном историческом горизонте через несколько сотен лет от нашего времени, но опираются на принципиально разные типы допущений. Звездный Путь предполагает появление новых физических принципов, которые на сегодняшний день не имеют экспериментального подтверждения. Управление пространством времени, варп-метрика, источники энергии с почти бесконечной плотностью. Экспансия же строит свое будущее иначе. Она не отменяет известную физику, не нарушает нетоновскую механику и специальную теорию относительности, а делает одно ключевое инженерное допущение. Появление чрезвычайно эффективного двигателя, способного долгое время создавать тягу. В этом смысле Экспансия ближе не к фантазии, а к жесткой экстраполяции уже существующих технологий. Я люблю Звездный Путь, потому что это будущее, в котором я хотел бы жить. Варп-двигатели, высокоразвитый эмоциональный интеллект у людей, или хотя бы адекватность, и самое главное, исследование космоса без страха и отчаяния. Но Экспансия привлекает меня другой стороной. Это более реалистичное будущее, основанное на реальной физике космических полетов, постоянными трудностями и человеческими страданиями. В принципе, очень похож на наш современный мир. И мне захотелось визуализировать, как именно могло бы работать такое космическое путешествие. Насколько быстро мы могли бы перемещаться по Солнечной системе при постоянном ускорении, а затем попытаться рассчитать, возможно ли с помощью двигателя Апштейна путешествовать к другим звездам. Стоит также упомянуть, что двигатель Апштейна – гипотетический термоядерный двигатель, который используют радиоволны для нагрева ионизированного газа, плазмы и мощные магнитные поля для ускорения, создавая постоянную тягу, намного более эффективную, чем традиционные ракетные двигатели. Он позволяет кораблям достигать высоких скоростей без огромных запасов топлива и является ключевым элементом космических путешествий. Работая как маршевый двигатель, в то время как для маневрирования используются традиционные ракетные двигатели. Чтобы понять, как работает космическое путешествие в 2350 году, нужно не только дожить, но и знать одно ключевое научное достижение, которое позволило человечеству колонизировать Солнечную систему. Это эффективность. Конечно, на данный момент современные ракетные двигатели крайне неэффективны по сравнению с термоядерными двигателями из экспансии. Они не могут работать непрерывно. Современные ракеты включают двигатель лишь настолько, чтобы вывести аппарат за пределы атмосферы, где нет сопротивления воздуха, затем включают его снова на короткое время, чтобы замкнуть орбиту, и дальше с помощью гравитации аппарат движется по инерции. В орбите двигатель включается снова, чтобы расширить траекторию, и затем корабль плывет к другой планете. Этот метод называется Гамановским перелетом. Это самый экономичный по топливу способ перемещения космического аппарата между двумя орбитами одного уровня. Например, между двумя планетами, которые используют одну эллиптическую переходную орбиту, касающуюся как начальной, так и конечной орбиты, и требуют всего двух кратковременных включений двигателей. Этот метод был предложен Вальтером Гаманом еще в 1925 году и стал золотым стандартом для многих межпланетных миссий. Хотя при этом он не является самым быстрым. Работа метода такова. Сначала космический корабль на начальной круговой орбите включает двигатель, переводя себя на эллиптическую орбиту, где перецентр совпадает с исходной орбитой, а аппоцентр находится на целевой. Затем аппарат летит по этому эллипсу до точки пересечения с орбитой цели, после чего двигатель включается второй раз, чтобы округлить орбиту и выйти на круговую орбиту конечной цели. Основные особенности Гамановского перелета заключаются в экономичности, минимальных затратах топлива, двухимпульсном маневре и том, что он не самый быстрый. Например, путь до Марса при таком методе занимает около 9 месяцев, а до внешних планет путешествия растягиваются на годы, потому что необходимо использовать гравитационные маневры из-за низкой эффективности двигателей. Например, космический аппарат Европа Клипер сейчас летит к Юпитеру, но достигнет его только через 5 лет. В экспансии же корабли используют вымышленный термоядерный двигатель Апштейна, о котором мы говорили ранее, обладающий невероятной топливной эффективностью и очень подходящим названием. Этот уровень эффективности позволяет кораблям работать непрерывно, дни, недели, иногда месяцы. Они могут двигаться так, как мы сейчас можем только мечтать, то есть прямой линии, как в самой примитивной космической игре на Денди. Все устроено очень просто. Вы рассчитываете, где окажется планета в момент прибытия, направляете корабль и держите двигатель включенным. На таких скоростях гравитация почти не влияет на траекторию, поэтому движение остается почти прямолинейным. Если все время ускоряться, корабль пролетит мимо цели, потому что мгновенно остановиться невозможно. И даже если бы это было возможно, человеческое тело не выдержало бы слишком быстрого ускорения и безнадежно порвалось. Поэтому оптимальный метод ускоряться к половине пути, затем развернуться и тормозить вторую половину пути. В сериале это иногда называют разворот и ускорение. В науке этот метод известен как траектория Беркистрона. Теперь давайте обсудим, насколько это быстро. Прежде чем переходить цифрам, нужно учитывать человеческий фактор. В космосе корабль не может ускоряться слишком сильно, иначе люди внутри не выдержат таких мук. В экспансии ускорение обычно составляет от 1 трети до 1 джи. Для наглядности будем использовать ускорение в 1 треть джи. Итак, положение планет в их орбитах влияет на продолжительность путешествия, поэтому для каждой планеты есть минимальное и максимальное время полета. Например, перелет с Земли на Марс при ускорении 0,33 джи займет минимум 3 дня и максимум 8 дней. Сейчас этот путь занимает около 9 месяцев. Максимальное значение достигается, когда планеты находятся по разные стороны от Солнца. Нашей визуализации Солнце увеличено в размерах, но на практике можно просто немного скорректировать траекторию, чтобы обойти его. Что касается внешних планет, путь к ним проходит через пояс астероидов, но шансы столкнуться с астероидом крайне низки. НАСА оценивает вероятность в один случай на миллиард. Например, полет к Церере, крупнейшему астероиду или карликовой планете, займет от 6 до 10 дней. Также стоит учитывать станции с собственными двигателями. Например, станцию Тихо, которая может находиться в любой точке пояса. Орбита астероида Эрос проходит очень близко к Марсу. Она сильно вытянута и наклонена. Путь от Юпитера к Земле займет от 10 до 13 дней. Для внешних планет разница между минимальным и максимальным временем полета самая большая. Например, если Юпитер и Сатурн находятся близко, путь займет 10 дней, если же по разные стороны Солнца, то до 20 дней. Для внутренней части Солнечной системы разница меньше, потому что планеты ближе к Земле. От Земли до Сатурна минимальное время 14 дней, максимальное 16 с половиной. Для Марса от 13 с половиной до 17 дней. Уран и Нептун не играют большой роли в экспансии и в реальной жизни. Их посещало только Voyager 2 в 1986 году. Самый долгий путь по Солнечной системе от Урана до Нептуна около 36 дней. До этого момента мы говорили только о времени, которое требуется, чтобы добраться от точки А до точки Б при заданном ускорении. Но важнее другой показатель, скорость изменения движения, известная как Дельта-5. Дельта-5 это определение, которое показывает, насколько сильно можно изменить скорость корабля. И это помогает понять потенциал движения при неизвестной точности двигателя. Первый корабль Апштейна, его яхта, имел Дельта-5 около 15 тысяч километров в секунду. Для сравнения, чтобы покинуть гравитационное поле Земли, современные ракеты требуют примерно 13 километров в секунду. Миссия рассвета обеспечила 11 километров в секунду, благодаря ионному двигателю и ускорителям в сумме 24 километра в секунду. Самый быстрый объект, кроме Сайтамы, созданный человеком, зонд Паркер, после запуска имел на борту только 0,3 километра в секунду, а остальную скорость, 190 километров в секунду, получил с помощью гравитационных маневров. Так вот, минимально Дельта-5 для легального корабля Экспансии составляет около 4 тысяч километров в секунду, а яхта Апштейна 15 тысяч в секунду. Расчеты показывают, что для самого длинного путешествия по Солнечной системе, от Урана до Нептуна, требуется около 10 тысяч километров в секунду. Это объясняет, как люди смогли колонизировать Солнечную систему и использовать ее ресурсы. А теперь представьте, что корабли с таким запасом Дельты-5 существуют. Тогда возникает вопрос, можно ли было бы долететь до других звезд за одну человеческую жизнь? Корабль Науво строился для полета к системе Таокита, как генерационное судно на 100 лет. При расчете траектории Беркинстрона, Науво ускорялся первые 100 дней, достиг скорости около 12% скорости света или 36 тысяч километров в секунду. Затем почти 100 лет двигался по инерции и тормозил последние 100 дней, используя суммарно 72 тысячи километров в секунду. Таким запасом Дельты-5 можно было бы долететь до Альфа Центавра всего за 36 лет и 7 месяцев. Это не так быстро, как хотелось бы, но эксперт по безопасности Дэвид это одобряет, так что все норм. Да, полет к ближайшим звездам остается долгим, но принципиально возможным, особенно в формате генерационных кораблей или миссий на десятки лет. Проект вроде Науво логичен с точки зрения траектории, ускорений и энергобаланса, а его главные трудности лежат в области материаловедения, радиационной защиты и долговременной надежности систем, а не в запрете со стороны физики. В итоге будущее, показанное в экспансии, выглядит не утопическим и не мрачным, а поэтапно правдоподобным, хотя и не без трудностей. Оно основано на уже известных законах, на реальных ограничениях человеческого тела, который находится в зачаточном, но вполне узнаваемом состоянии. В отличие от мира варп-двигателей, это будущее не требует открытия новой физики, а лишь доведения существующей инженерии до предельного уровня. Именно поэтому оно кажется таким близким к нашему миру, тяжелым, конфликтным, зависящим от ресурсов и энергии. Все как у нас, только вместо ведра с порохом технологии. И возможно, когда мы однажды услышим первые едва различимые сигналы термоядерного двигателя на экране Солнечной системы, мы осознаем, что научная фантастика вовсе не предсказывала будущее. Она служила нам ориентиром, показывающим, как мыслить о мире, который строится не чудом, а расчетом инженерным трудом. Пока же мы наблюдаем планеты через телескопы, измеряем орбиты астероидов и строим модели движения объектов по гравитационным потенциалам. И именно это любопытство превращает нас в исследователей. Оно ведет нас к новым рубежам, шаг за шагом превращая Солнечную систему из карты орбит и координат в живую сеть маршрутов к звездам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова